Всем привет друзья! Вы на канале тепличный бизнес. В этом видео хочу вам показать как строилась теплица. Некоторые говорят тепличный бизнес с нуля, а я вам скажу так. Бизнес с пятью нулями и начинаем. Для начала необходимо иметь участок, на котором и будет располагаться теплица. Исходя из размера участка уже рассчитываем размер теплицы. Самый оптимальный размер теплицы это 10 на 50, 500 квадратных метров. После того как мы знаем размер теплицы, можем смело размечать участок. Просчитать какое количество материала нам понадобится и заказать его. В данном случае размер моей теплицы 10 на 58, 580 квадратных метров. И мне понадобится Арматура 10, 460 метров. Она пойдет на соединение между первой и второй аркой. Арматура 12, также 460 метров. Из нее будет нижняя арка. Труба 25, толщина стенки 2,8 миллиметра, 750 метров. Это будет для верхней арки и обвязки теплицы. Труба 32, толщиной 2,8 миллиметра, 140 метров. Из нее будут сделаны клапана, фундаментные трубы и торцевые опоры. Труба 15, толщина 2,5 миллиметра, 80 метров. Из нее сделаем фрамуху. Труба 40, толщина 3 миллиметра, 32 метра. Это будут основные дуги по торцам теплицы. Ну и стальной трос 2 килограмма для поднятия фрамух и клапанов. Итак, разметка участка у нас есть. Теперь нарезаем 32 трубу на куски по 70 сантиметров. И привариваем к ним в хаотичном порядке остатки десятой арматуры. Для лучшего сцепления с бетоном. Затем необходимо с помощью бура выбурить яму для бетонирования опорных труб. У кого есть мотобур, это будет проще. У строителей такого бура не оказалось. Поэтому пришлось потрудиться. В выборенную яму заливаем воду. Когда вода осядет, впитается в землю, вставляем 32 трубу с наварышами. И под уровень бетонируем ее. На глубину полметра. Даем все хорошенько застыть. Летом этот процесс длится недолго. И вот такой результат получаем. Фундаментные трубы готовы. Следующий процесс стройки. Это необходимо сварить 25 трубы вместе. Длина сваренных труб должна составлять 14 метров 20 сантиметров. Так как трубы 6 метровые, поэтому получаются два сварных шва. В моем случае ширина между арками будет составлять 1 метр 70 сантиметров. Поэтому на всю длину моей теплицы мне понадобится 33 трубы. С помощью вот такого трубогиба изготавливают дуги. К сожалению, я не успел заснять этот процесс. Но поверьте, в этом ничего сложного нет. Вставляются трубы, прокатываются. И на выходе получаются вот такие вот дуги. Затем эти дуги вставляются в заранее заготовленные шаблоны. Сверху получается дуга из 25 трубы. Снизу 12 арматура. И между собой их связывает 10 арматура. Таким образом получаем готовую ферму. И вся ферма хорошо прокрашивается. Первому слою краски дают высохнуть. И эту процедуру повторяют снова. Для лучшего прокрашивания. Так как металл будет находиться во влажной среде. И есть большая вероятность ржавения. А так как металл хорошо прокрашен. Эту вероятность можно исключить. Следующее, что делают. Это вот такие распорки. Две штуки из 32 трубы. И приваривают их по торцам теплицы. К ним будет крепиться шпалера по всей длине теплицы. И так же хорошо прокрашивают. Итак, основные запчасти теплицы готовы. И начинаем приваривать фермы фундаментным трубом. Первую приваривают арку. Из 32 трубы. Она самая главная. И будет принимать торцевые нагрузки ветра. Затем, таким же образом, приваривают готовые фермы. И после того, как приварили все фермы и дуги по всей длине теплицы. На высоте 2 метра делаем обвязку 25 трубой. После обвязки к нижней части фермы прикручиваем рейку 20 на 40 на обычную проволоку. К ней в дальнейшем будет крепиться второй слой плен. Вот так это все выглядит. А вот так крепятся распорки, за которые я говорил ранее. Вид снизу и вид сверху. На эту трубку будет наматываться канат, который держит торцевую пленку. Дальше делаем обвязку арок в верхней точке по всей длине теплицы. Теперь устанавливаем механизм, который будет открывать фрамугу с помощью троса. Снизу делается ручка. Сверху стоит ролик. И по нему ездит труба, которая открывает фрамугу. Из пятнадцатой трубы сваривают 4 фрамуги. 2 внутренние, 2 наружные. А из арматуры делают тамбур. С помощью вот такого вот нехитрого приспособления клапана будут открываться и закрываться. Ну а вот и те самые клапана. Которые в дальнейшем лягут на середину теплицы. И будут при открытии выпускать горячий воздух из нее. Итак, все работы связанные с металлом закончены. Конструкция теплицы готова. И можно задумываться о накрытии теплицы. Для этого вокруг всей теплицы вырываю траншею на глубину 30-35 сантиметров. В которую в дальнейшем и будем влаживать пленку. Ну а на этом первую часть видео я заканчиваю. Во второй части я расскажу, как появится пленка. Накрывается теплица. И крепится внутренний слой. Если вам понравилось видео, то поддержите его лайком. Подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал Тепличный Бизнес. Всем пока!